Наступивший сезон отпусков заставляет уральских туристов искать новые направления для отдыха за границей. Пока авиаперевозчики увеличивают количество рейсов в Тунис и Грецию, специалисты советуют любителям экзотики отправиться в самое сердце Атлантики. Сегодня мы запускаем серию репортажей о неизведанном уральцами острове Мадейра. Наша съемочная группа побывала в самых аутентичных и диких уголках этого природного памятника для того, чтобы понять, чем живет и дышит райское место. Знакомство мы начнем с западной части острова. Ее называют визитной карточкой Мадейры. Экзотическая дикая природа, реликтовые леса и вулканические бассейны многовековой давности. В специальном репортаже Екатерины Цыганковой. Всего в тысячи километрах от шумного леса Бона в бурных водах Атлантики скрываются сказочные плавучие острова архипелага Мадейра. Порто-Санто с самым протяженным песчаным пляжем, а также необитаемые заповедники Десертиш и Сильважей. Но если на два последних путь для туристов закрыт, то Мадейра и Порто-Санто радушно встречают туристов. Наше путешествие мы начнем с жемчужины португальской короны, острова Мадейры. Взглянув на горные массивы, покрытые экзотическими цветами, реликтовыми деревьями и благоухающими травами, трудно представить, что когда-то зацеленный в мировом океане остров был большим вулканом. И хотя последнее извержение здесь было около двух миллионов лет назад, застывшие вулканические бомбы, как свидетели многовековой истории, окружают Мадейру и сегодня. Однако во времена освоения острова главным препятствием на пути первооткрывателей стали вовсе не вулканические рифы, а непроходимые джунгли. Древесный и лесной остров – такое имя дали первые поселенцы зеленому плавучему саду. Для того, чтобы очистить Мадейру от бурной растительности, покорители острова буквально сжигали все на своем пути. После семилетнего пожара отважные португальские мореплаватели стали возвращаться на Мадейру из дальних путешествий с уникальными растениями. На Мадейре очень мягкий климат с высокой влажностью, поэтому любая растительность чувствует себя здесь, как дома. И растения, привезенные из Китая, и растения, привезенные из Бразилии, и растения, привезенные из Австралии, и растения, привезенные из Африки. Поэтому, когда бы вы ни приехали на Мадейру, в какое время года, остров всегда цветет, потому что есть растения из разных климатических зон. Одни из первых постоянных поселений появились на западе острова, прямо на берегу Атлантического океана. Бухта Камра-де-Лобу считается одним из самых древних поселений острова Мадейра. В 15 веке здесь в основном обитали тюлени или морские волки. Сегодня их на этих берегах, конечно, нет. Основным населением являются местные рыбаки, которые и по сей день выходят в ночные рыбалки на баркасах столетней давности. За много веков жизнь в этом месте, кажется, совсем не поменялась. Каждое утро здесь можно наблюдать, как местные жители возвращаются с ночной рыбалки. Под едва уловимым светом луны они охотятся за одной из самых редких глубоководных рыб – эшпадой, черной рыбой-саблей, обитающей на глубине более одного километра. Этого древнего, слегка жуткого обитателя океана можно найти не только в местных магазинчиках, но и на полотнах, которые украшают стены одной из самых первых капелл острова. Сюда, как и много веков назад, по узкой мощеной улочке, местные рыбаки приходят за благословением святого Николая. Однако надолго оставаться у берегов Атлантики первые поселенцы были не намерены. Избавившись от бурных джунглей, португальцы отправились дальше покорять дикий остров. Выше на запад, в глубоких ущельях между горами, одна за другой возникали деревушки и первые сельскохозяйственные террасы с сахарным тростником, а затем бананами и виноградом. Невероятные сады, буквально свисающие с горы, сегодня остаются одним из основных средств пропитания для местных фермеров. Огороды разбивают буквально на каждом пригодном к этому клачке земли. На вулканической почве модерицы научились выращивать картофель, кукурузу, овощи и невероятные фрукты, встречающиеся только здесь. Кроме фермеров в горах, селились и пастухи. Именно они стали родоначальниками и популярного модерийского напитка понши. Для того, чтобы приготовить национальный напиток острова Мадейра, понши нам потребуется ром, свежевыжатый сок и, конечно, вересковый мир. Взбивается понши до тех пор, пока не образуется густая пенка. Итак, понши по-уральски готовы. Сауди, что по-португальски значит, на здоровье. Понши называют символом Мадейры. Такого напитка вы не встретите ни в соседней Португалии, ни в одном другом уголке мира. По словам местных жителей, коктейль создан для общения и пьют его буквально метрами. Местные жители собираются в таких сельских барах для того, чтобы пообщаться. Это ни в коем случае не застольный напиток. Это напиток для общения. И вот этот напиток гораздо удобнее сервировать в больших количествах. Согревшись в теплой понши, пастухи с новыми силами отправлялись дальше и выше в горы. Альпийские луга, раскинувшиеся на высоте более тысячи метров, сегодня не только поражают своей красотой и спокойствием туристов, но и остаются излюбленным пастбищем диких коров. Здесь же раскинулся и реликтовый вересковый лес. Непроходимые заросли возрастом несколько сотен лет сегодня находятся под защитой ЮНЕСКО. Сквозь плотные пещеры вересковой рощи проходят извилистые туристические тропы. Однако, несмотря на освоенность человеком, дикий лес до сих пор хранит страшные легенды. Сейчас в эту зону любят приезжать модерийские семьи, чтобы отдохнуть или приготовить традиционное блюдо – эшпитада, шашлык. Но когда-то местные жители говорили, что эта зона пользуется дурной славой. Сюда ночью спускаются демоны и танцуют свои дьявольские танцы. Сказочные рощи древних вересков резко обрываются на пике Бикадекана. Здесь опрометчивые туристы, любующиеся горными высотами, рискуют окунуться в настоящее облако. Пышная шапка нередко покрывает все подножье центрального горного ущелья. У туристов острова Мадейра существует уникальная возможность совершить прогулку в облаке, поднявшись с горы примерно на полторы тысячи метров. Говорят, примерно 10 минут такой процедуры удлиняет жизнь на несколько десятилетий. Продолжив путешествовать по западной стороне острова, по горным извилистым дорогам, всего за несколько минут мы оказываемся в бухте Порту-Маниш. Небольшая деревушка на севере-западе – место паломничества не только туристов, но и местных жителей из разных регионов Мадейры. Много миллионов лет назад спускающаяся с горных хребтов вулканическая лава застыла на лысой полоске побережья, создав природные вулканические купальни. Этот пляжный комплекс остается практически нетронутым человеком. Местные жители лишь усовершенствовали творение природы. Вода в вулканические бассейны поступает из Атлантического океана, поэтому здесь нередко можно поплавать и с жителями бурных вод Атлантики. А порой от удара волны базальтовые скалы обрушиваются прямо на набережную, поэтому вулканические бассейны, как и океан, опасны в шторм. Но спокойные и теплые воды можно найти совсем недалеко, к северу от Порта-Маниш. В северной части Мадейры есть возможность не только искупаться в атлантическом пиане, но и в вулканических ваннах. В таких непривычных ваннах температура воды не опускается ниже плюс 20 градусов в течение всего года. Дикие рифовые лабиринты, излюбленное место отдыха самих модерийцев и настоящее открытие для туристов. Уже завтра мы продолжим наше путешествие по Мадейре и отправимся на ее суровый северный берег. Нас ждут древние лавровые рощи, один из самых крупных ботанических садов роз и первый в мире город 21 века. За уникальную возможность познакомиться с красотой и историей архипелага Мадейры мы благодарим генерального директора португальской туристической компании Landetravel Яна Шпигуна, а также Уральскую ассоциацию туризма в лице Михаила Мальцева. Екатерина Цыганкова и Артем Паник. Новости Екатеринбург.